Приветствую вас! Смотрите, ситуация достаточно непростая, вот, и поэтому я не буду вам говорить много, да, не буду говорить долго. Мне бы хотелось просто дать вам некоторые рекомендации, да, которые вам необходимо выполнять сейчас. Вы уже сами решите для себя, будете ли вы это делать, чтобы дочери помочь своей, или не будете делать, и дочке будет всегда на протяжении. всей жизни, это так тяжело. Значит, смотрите. Первое, что нужно, это полностью исключить бабушку из поля зрения дочки. Необходимо запретить бабушке приходить к вам домой. Необходимо, чтобы дочь полностью забыла бабушку. Вот, и, соответственно, вам нужно сделать, наверное, тоже самое. Вот, я понимаю, что это случится не очень, но, если вы хотите, чтобы ребенок дальше развивался, чтобы ребенок, ну, не застрял в развитии, потому что сейчас наблюдаются проблемы в психоречивом развитии, да, ребенка, то взаимодействие бабушки с ней нужно исключить. Исключить нужно полностью, к сожалению. Это первое. Второе. Вам нужно выйти из состояния жертв. То есть, у вас вот это вот жертва, жертвенное поведение, подробнее почитайте в треугольнике Карпмана, в интернете это есть. Вам нужно выйти из состояния жертв. То есть, дочь нужно перестать жалеть. Дочь нужно перестать гиперопекать. Дочери нужно давать больше свободы. Ага, перестаньте дочь пугать. То есть, вот это вообще за гранью. То есть, вы пугали ее чем-то после того, как ее бабушка там напугала, да? Зачем, зачем вы это делали? Зачем вы ее пугали? Для меня загадка, если честно. Ну, мне эта ситуация не совсем ясна. Для чего именно вы пугали своего ребенка? Ну, это, ладно. Это детали, так или иначе. Вот. Но, тем не менее. Значит, выходите из состояния жертвы, принимайте дочь за равного и, значит, спокойно. Спокойно. Говорите ей, что нельзя, что можно, что она хочет. Почаще спрашивайте, чего она хочет. Ставьте ее перед условиями, да? То есть, перед фактом, что, значит, соответственно, вот, как бы, время обеда, да, допустим, там, полчаса, например. То, соответственно, если ты за полчаса не съела, да, то, соответственно, сколько съела, то я вот сюда забираю, да? Потому что, ну, нельзя есть долго, нельзя есть час, а то и по времени, и по, соответственно, ну, вредной холодной пищи есть. Вот. Пусть она сталкивается с последствиями своих действий. Вот. Вы ей говорите, что все хорошо, доченька. Вот. Ну, просто, как бы, время обеда, все, я у тебя, как бы, иду забираться. Вот. И вот снова-снова так вы можете все делать. Вот. И так во всем. Так во всем. Во всех абсолютных сферах. Вот. Значит. Следующее, что нужно сделать, это отказаться от садика. То есть, сейчас садик для ребенка, это, мне представляется, очень негативная среда, потому что садик социализирует. Вот. Но ваш ребенок не имеет средств для того, чтобы социализироваться. То есть, он личностно не сформирован. Соответственно, вам необходимо, э-э-э-э, избавить ребенка от садика и хотя бы вот, э-э-э, чтобы барлером, она побыла чисто дома, чтобы, э-э-э... У неё, у неё хотя бы было детство, потому что понятно, что с бабочкой у неё никакого детства нет, вот, а в садике тоже детство весьма, весьма, весьма сомнительное. То есть, знаете, вот вы говорите, да, что дочь 7 лет, а у неё задержка очень сильно психоречивого развития. Ну вот, то есть я опять же не очень понимаю, да, то есть вы говорите, что вы забрали её только в этом году, а то есть ей уже 7 лет сейчас. То есть вы стали замечать только, вот вы говорите, что в отпуске получалось ездить на море, всё было хорошо. Как всё могло быть хорошо, если она сгрызала пальцы, да, до крови, то тут мне кажется, что вы просто не хотели замечать. Потому что вам это было, ну, невыгодно, неприятно может быть, вот. Что-то странно, да, то, что происходит дочери сейчас, а вы не будете, бывали на выходных и ничего не замечали, как-то это странно. Вот в плане духовного развития, это очень странно. Поэтому дочери нужно срочно к врачу, значит, ко всем врачам, вот, лекарства, поддерживающиеся витамины, всё вот это. Потому что, ну, 7 лет она в садике, по врачам вы её не водите, не лечите никак, хотя лечение ей нужно, и физкультура ей нужна, и работа с логопедом, вот, детский психолог, всё это нужно. Вот, игрокерапия, и всё-всё-всё, ей это всё нужно. Вот, опять же, непонятно, да? Вот, вы говорите, срочно нужна помощь, а какую помощь вы хотите получить, да, от нас? Если, если ребёнок чувствует себя ненужно, была ненужна вам, да, она не нужна теперь, она не была нужна бабочке, она нужна теперь вам. Вот. 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 Вы говорите, что, э-э-э-э, мы бы жили в проголосе, навеки, с бабочкой, э-э-э, в маленькой квартире. Вот. Понимаете? Вот. Ну, так, э-э-э, вот вы говорите про мать, да, про то, что, э-э-э, ну, что мать, э-э-э, вас не растила, и так далее, и так далее. Ну, так, можно проявлять мать, чтобы она научилась, потому что, оп, э-э, тут, тут не особо выбор у вас, на самом деле. Ну, вот, э-э-э, вот, 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 вот. Позад ребёнка должны врачи. Врачи и психологи, психотерапевты, возможно. физкультура, центры реабилитационные, все вот это нужно делать. Вам нужно выходить из позиции сердца, привлекать маму, искать себе мужчину, у ребенка должна быть полноценная семья. Обратите внимание на то, что папочка у вас без мужчины, вы без мужчины, вы развелись. То есть имеет место уже с вашей стороны родительский сценарий, который возможно идет как бабочка. Только бабочка жертва видеть рана, а вы жертва видеть жертву, или видеть спасителя. Ну, кстати, ребенка спасать еще раз повторю не нужно, это не ваша задача, это задача врачей-специалистов, а вам нужно показывать ребенку, что с ней все в порядке. Ну и еще раз, здесь мне кажется, необходимо мешать врачей. Вот такие примерно рекомендации вам будут. Я бы еще поработал бы с вами, потому что, ну, поскольку я говорю, что у вас родительский сценарий имеет место быть, да, и если вы ведете себя как жертва, это, скорее всего, не подкорректируется. Я бы еще поработал с вами. Если у вас проблемы, то, соответственно, дочери вы свои проблемы передадите. Вот так, вот так. Тут, тут вот через сайт работать можно только с вами. Дочери через сайт, понятно, не надо работать. Ей нужно помощь специалистов. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До встречи!